Конечно, момент отставки такой значимый, многозначительный, и поэтому сложно поверить в то, что только семейные обстоятельства привели к отставке. Дело в том, что совсем недавно была отменена встреча в формате 5 плюс 2 по настоянию господина Кульминского, который, в принципе, до этого был готов к эту встречу. Политолог не исключил, что отставка Владислава Кульминского, который являлся главным переговорщиком от Молдовы в процессе преднестровского урегулирования, связана с его работой в составе нынешнего руководства страны. Я думаю, что отставка связана с работой господина Кульминского, возможно, с определенными противоречиями, которые у него возникли с теми людьми, которые также курируют эту преднестровскую тематику. Я думаю, что господин Кульминский предпочел не раскрывать скобки, а уйти так тихо, относительно тихо по-английски. Господин Кульминский, как все же один из лидеров неправительственного сектора, который, конечно же, геополитически ориентирован на Запад и финансово подпитывается им, но все же имеет определенную свободу действий. Я думаю, он не мог смириться с той жесткой дисциплиной, я бы даже сказал, с диктаторскими замашками, которые характерны для партии действия солидарности. Напомним, вице-премьер-министр по реинтеграции Владислав Кульминский объявил о своей отставке в заявлении, размещенном на сайте агентства «Инфотак». Он сообщил, что недавние семейные события требуют его постоянного физического присутствия, что не позволяет ему продолжать полностью посвящать себя решению задач, исходящих из занимаемой должности. Кульминский был назначен на должность вице-премьер-министра по реинтеграции в правительстве Натальи Гаврилицы 6 августа. Он является одним из учредителей Института стратегических инициатив. За комментарием мы обратились в пресс-службу правительства, но на наши звонки никто не ответил.